Ну, наконец-то! Наконец-то это произошло! Брокер Открытия поменял тарифы. Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Брокер Открытия как-то, ну, уже больше года назад или два года назад резко изменил свои тарифы в сторону ухудшения. И я им при каждом удобном случае говорил, вы что, ребята, что вы делаете? Вообще, ну, у вас грабительские тарифы, я просто вот, ну, меняйте и все, мне это не нравится. И я говорил это при каждом случае, при каждом случае. Почему я это говорил? Потому что я хотел. Это мой брокер, я там, ну, как бы обслуживаюсь, и мне он, ну, нравился всегда, потому что там были лучшие тарифы, когда я приходил, и вот они изменили их в худшую сторону. И, наконец, кончилось тем, что на днях, вот на прошлой неделе буквально я снял видео про выбор брокера для начинающих инвесторов, где я прямо сказал, что, ребята, блин, то есть, ну, терпение мое лопнуло, я говорю, ребята, у БКС Финама и Открытия самые плохие тарифы, потому что там есть плата за обслуживание в месяц, там есть депозитарная комиссия гигантская, которая прибавляется у разных брокеров, там она от 150 до 177 рублей, и то, и другое, то есть 177 плюс 177 в Финаме, например, да, уже получается 350 с лишним в месяц, и так далее, и так далее, и так далее. А у Открытия было хуже всех, как я рассказал, и, наконец-то, все это поменялось, как только я снял буквально видео. Наверное, надо было снять раньше, потому что, как только я снял видео, мне из брокера сообщили, что в понедельник будешь переснимать. Итак, ну вот, снимаю новое видео о том, что, в общем-то, все поменялось. Снимать вообще видео про тарифы неблагодарное дело, все очень быстро меняется, и вот снова, никогда не было, и вот снова. Все резко поменялось, и теперь уже, наверное, открытие, самый лучший брокер для начинающих инвесторов. Ну, посмотрите, действительно, я говорил, что депозитарная комиссия, это вообще атовизм, это просто вот, ну, из каменного века, это надо отменять. Отменили полностью. То есть, это первое улучшение. Депозитарная комиссия улетела. Второе улучшение. Смотрите, тариф раньше менялся с начала следующего месяца. То есть, если вы в начале месяца обнаружили, что вы хотите поменять тариф, и пишите, значит, заявку на перемену тарифа, и с начала только следующего месяца, еще месяц вам придется заплатить. Ну, куда дальше? У всех брокеров тариф менялся в течение дня. И это, наконец-то, изменилось. Тоже тарифы меняются быстро, ну, в течение дня, по крайней мере. Понимаете? Вот. Это прямо вот улучшения, которые явные, которые просто на порядок. Теперь дальше. Я говорил, что самая лучшая линейка тарифов, это у Тиньков и у Альфа-банка, потому что они все вмещаются на одной страничке буквально. Все тарифы, а их всего там, ну, три штуки. Смотрите, что сейчас у открытия. Переходим на сайт открытия и смотрим. Смотрите сюда. На сайте открытия появились новые тарифы. Их всего раз, два, три, четыре. Да, четыре штуки. И все они вмещаются на одной странице. Из них, естественно, премиальный, но подходит инвесторам с активами от 5 миллионов рублей. Честно и открыто сказано. Ну, хорошо, от 5 миллионов. Нету 5 миллионов рублей. Все, значит, мы это не рассматриваем. Подходит тем, кто ежедневно совершает спекулятивные сделки от 500 тысяч рублей. Ну, да, конечно, шикарно. Вот, поэтому все четко, ясно. Если вы не подходите под эти категории, даже не смотрите сюда. А теперь дальше, смотрите. Вот они, тарифы, аналогичные Тинькову. Все то же самое, но лучше. Друзья мои, тариф все включено. Тот самый, который подходит всем начинающим инвесторам. Потому что здесь написано, без минимальных платежей подходит начинающим инвесторам для быстрого старта. Вот оно. Ноль рублей в месяц. Все. Обслуживание ноль. Депозитарная комиссия вообще по всем тарифам отменена, как я уже сказал. То есть, обслуживание ноль. Подробнее. Да, и смотрите. Акции и облигации 0.05%. Сравниваем с Тиньковым. У Тинькова 0.3%. То есть, открытие в 6 раз ниже тариф, чем у Тинькова. В 6 раз ниже, чем у Тинькова. Понимаете? Смотрим. Действительно, сделки на московской бирже 0.05% от сделки. Есть таки минимальный платеж. Но не менее 0.04 рубля биржевой сбор включен. Друзья мои. Я очень сильно подозреваю, что биржевой сбор это и есть 0.04 рубля. Я посчитал. Это 4 копейки, если что. 4 копейки минимальный платеж. Я посчитал, этот минимальный платеж будет выше, чем эта комиссия при сумме сделки от 80 рублей. Но найти сделку дешевле, чем за 80 рублей, это надо очень сильно постараться. Это разве что вот те самые фонды, про которые я рассказывал недавно для начинающих инвесторов, которые от рубля или от одного доллара. Понимаете? Все. То есть, без обмана, без дураков 0.05%. Сделки с еврооблигациями на московской бирже 0.15%. Это много, но за сделку не менее, чем 0.02 уе. Но вряд ли вы будете совершать сделки с еврооблигациями, потому что еврооблигации это облигации в долларах. И там обычная цена это 1 тысяча долларов. И меньше там редко бывает. Вот. Поэтому 0.15% это нормально. Так у всех. Сделки на Санкт-Петербургской бирже. 0.05% за сделку. Биржевой сбор включен. Все. На СПБ все тоже шикарно. Сделки на Нью-Йорк Сток Эксчейндж, Насдак, ЛСЕ и рынках Европы. 0.05% за сделку плюс биржевой сбор. Ну, это международные сделки. Вряд ли вы туда залезете. Вот честно. Теперь дальше смотрим. Валюта и драгметаллы. 0.05% за сделку, но не менее 1 рубля. Ну, вот так. Все равно это мало. Фьючерсы и опционы. Друзья мои, здесь как раз наоборот. Комиссии запредельны. Если вы выбираете тариф, все включено, ни в коем случае не дай бог вам залезть на срочный рынок. 10 рублей за контракт это много. Это очень много. Вот так. То есть для начинающих. Ну, начинающим-то и не надо фьючерсами и опционами заниматься. Поэтому это нормально и это правильно. Торговля с плечом. Ну, здесь традиционно все хорошо. Есть один нюанс. Я вам сейчас его покажу. Вот этот нюанс. Стоимость использования плеча на валютном рынке 5% годовых. Друзья мои, вы нигде не найдете такого низкого процента. Ну, у открытия всегда был самый низкий процент на использование валютного плеча. И, ну, он был еще ниже. Там 4,5% здесь. Он немножечко выше, чем раньше. Вот вывод денег. Смотрите. Внесение денег бесплатно банковским переводом. 1% при переводе с карты, но не менее 45 рублей. Не переводите деньги с карты. Вы пополняете счет банковским переводом. Об этом я говорил всегда. Вывод денег со счета бесплатно на карты любых банков. Раньше был 10 рублей за вывод. Бесплатно на карты любых банков. Ну, один нюанс. Банк должен быть российский. Это естественно. Вывод деньги со счета в валюте 0,1%. Раньше был 0,15. Снизили. Так, дальше. Вне биржевые операции. Ну, вряд ли вы будете этим заниматься. Услуги. Смотрим услуги. Внимательно смотрим. Смотрите. Предоставление рабочей станции КВИК или торгового терминала Метатрейдер 5 бесплатно за один экземпляр рабочей станции КВИК и торгового терминала Метатрейдер. Читайте мелкий текст. За каждую последующую рабочую станцию и терминал взимается вознаграждение. За КВИК 121 рубль. За МТ 5 182 рубля в месяц. Ну, даже если вы установите два КВИКа, не разоритесь. Предоставление дополнительных котировок индексов через один терминал КВИК в виде информации 295 рублей в месяц. Вряд ли вы это будете делать. Это абонентская плата за пользование услугой. Ну, вряд ли вы просто будете это делать. То есть, ну, в принципе, если будете, то да, вот это так. Единый брокерский счет бесплатно. Ну, я единый брокерский счет не восстанавливал, потому что когда включается единый брокерский счет, недоступны опционы. Вот так. Предоставление услуги в Эбквик бесплатно или читаем мелкий текст. 250 рублей в месяц, если стоимость всех портфелей на счете клиента на последний рабочий день расчетного месяца составляет 50 тысяч рублей и менее. Ну, то есть, в Эбквик при маленьком депозите, при маленькой сумме денег на счете не пользуетесь в Эбквиком, пользуетесь просто КВиком. То есть, вы или вы знаете самый лучший вариант, когда у вас мало денег и вы покупаете акции только вот от времени к времени, вы просто покупаете их, мой вам совет, через личный кабинет, который установлен в телефоне. И все. Это проще всего и это абсолютно бесплатно. И личный кабинет в мобильном телефоне у открытия в последнее время тоже стал сильно лучше. И, ну, пользуйтесь им просто. И это правильно и хорошо. Теперь далее. Система обмена информационными сообщениями о состоянии брокерского счета и до биржевых торгах 200 рублей в месяц. Я этим не пользуюсь и вам никому не советую, поэтому все нормально. Голосовые поручения по каждой площадке бесплатно первые три поручения в день. Далее 53 рубля за поручение. Что это такое? Это значит, что, смотрите, когда вам надо срочно что-то продать, а вы где-то там находите в машине или где-то в пути, вы смотрите через мобильное приложение и смотрите, да, так сказать, блин, надо продать. Вы просто набираете 8800 телефон брокера и голосовым сообщением просто делаете эту самую операцию бесплатно абсолютно из любого места мира. Вот для, еще раз, для начинающих инвесторов, которые покупают акции и облигации, покупайте через мобильное приложение. Все, все шикарно. Так, скрываем. Следующий. Инвестиционный. 0,025% за трейд, но не менее 50 рублей. Читайте мелкий текст. Вот этот вот приписочка, но не менее 50 рублей, убивает абсолютно все. Вот, поэтому инвестиционный, инвестиционный, он предназначен уже для инвесторов с активами до 5 миллионов рублей. Низкая комиссия за сделки от 130 тысяч рублей. Вот эти вот 50 рублей, вернее, вот эта вот комиссия становится меньше, чем 50 рублей при сделках от 130 тысяч рублей. То есть, редкие сделки от 130 тысяч рублей. Это на рынке фондовом акции и облигаций. Но, то есть, как бы, ну, грабеж, кажется, да? На самом деле, да. Грабеж на рынке акций и облигаций. Валюта драгметаллы. То же самое. Фьючерсы и опционы. Смотрим. Сделки с фьючерсами и опционами. Стоимость имущества срочного рынка на конец предыдущего дня в рублях. До 20 тысяч рублей, если у вас на счете, то 2 рубля за контракт. Ну, и, в принципе, это нормально, потому что меньше, чем 20 тысяч рублей не стоит там иметь, потому что, ну, это уже повышенные риски. От 20 до 100 тысяч рублей. Это, ну, достаточно стандартная ситуация для начинающих трейдеров. 0,71 рубль. Все. Это дешевле, чем было. Раньше было 0,74, сейчас 0,71. И это дешевле, чем у большинства других брокеров. Ну, дешевле пока только в Сбербанке, потому что там 0,5. От 100 тысяч до полумиллиона становится дешевле, чем в Сбербанке. От полмиллиона до пяти миллионов. 0,24 это вообще копейки. И от 5 миллионов 10 копеек. Все, друзья мои, все. То есть, 10 копеек такого не может вам предложить никто. То есть, вот этот тариф, дальше там торговля с плечом, все стандартно абсолютно. Вот вывод денег тоже бесплатно, все то же самое вне биржевой операции. Те же самые услуги. Услуги. А вы знаете, те же самые. Вот. Поэтому, смотрите, остается, получается, два. У нас два тарифа. 0 рублей в месяц. 0 рублей в месяц. Если вы хотите торговать акциями и облигациями, переходите вот на этот тариф. И у вас вообще все. Во. Но ни в коем случае не торгуйте фьючерсами. Если вы хотите торговать фьючерсами или опционами, переходите или переключаетесь. То есть, на это всего уходит один день, на инвестиционный тариф и торгуете фьючерсами и опционами. И, ну, если вы торгуете там от 50 тысяч, то как бы, ну, а это нормально от 50 тысяч на счете, это все хорошо. Дальше вам нужно купить акции. Вы переключаетесь на фондовый рынок, покупаете акции, снова переключаетесь на инвестиционный и продолжаете торговать на срочном рынке. Все шикарно. Ребята, все шикарно. И попробуйте найти какого-то брокера с лучшими условиями. Ну, может быть, в ЭТБ, не знаю. Вот. Дальше. Какой тариф у меня? А у меня премиальный. То есть, он близок к премиальному. Сейчас-то у меня старый тариф. Вот. Но он у меня профессионал называется. Вот он, премиальный. Подходит инвесторам. Сейчас. То ли премиальный у меня, то ли спекулятивный. Смотрим. 150 рублей в месяц. Да, я плачу в месяц. Да. Обслуживание. Подробнее. Смотрим. Акции облигации. 005, 003, 0025, 002 и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, буквально до нуля. Вот. Ну, 0,205. Ну, это вообще ни о чем. Вот. Валюта драгметаллы. То же самое. Фьючерсы, опционы. Смотрите. Вот. Примерно так у меня. Да. Вот так вот. У меня 0,3. На самом деле, у меня где-то 0,4 копейки. Обычная комиссия за контракт. Ну, доходит до 0,15 у меня сейчас. Здесь 0,3, 0,1. Я перейду. Думаю, что на вот этот вот тариф на премиальный. Вместо своего премиум. Потому что в премиальном нет депозитарной комиссии. Торговля с плечом. Здесь все примерно одинаково. Вот вывод денег. Все абсолютно то же самое. Внебиржевые операции. Ну, они крайне редко происходят. Я просто на них не смотрю. Да, все. Все то же самое остальное. То есть, вот у меня тариф премиальный. Да, я плачу 150 рублей в месяц. Но при этом экономлю на срочном рынке на комиссиях. Я экономлю там больше. Потому что там у меня сделок больше. Ну, я люблю этот драйв. Это мое. А вам я этого не советую крайне. Вот. Поэтому выбирайте два первых тарифа. Но если хотите, то выбирайте вот этот. Спекулятивный. Подходит тем, кто ежедневно совершает сделки от 500 тысяч рублей. Я думаю, что это примерно то же самое. Но давайте посмотрим. Акции, облигации. Насколько я понимаю, то же самое. Насколько я понимаю, то же самое. Но мне кажется, с валютой подешевле. Пониже сделки. Сейчас посмотрим. Давайте сравним. Так, премиальный. Смотрим. Валюта. 005, 0085, 005, 00106. Нет, вы знаете, премиальный ниже с валютой. Дальше что у нас? Фьючерсы, опционы. 2, 071, 047, 024, 01. Ну, по-моему, то же самое. Торговля с плечом. Так, фьючерсы, опционы. Стоимость имущества, срочного рынка. Насколько я понимаю, все то же самое, что и в премиальном. Честно говоря, я не вижу никакой разницы. Единственное, что, смотрите, здесь размер активов на всех площадках принципиален. Здесь сумма торгового оборота. То есть, этот спекулятивный ориентируется на торговый оборот. Здесь ориентируется на активы. Ну, вот у меня, в общем-то сказать, премиальный. Вот такие тарифы новые включены. И с этого момента, как я уже сказал, самый верхний тариф, вот он вот, становится в 6 раз лучше, чем тариф у Тинькова, который бесплатный. И по-любому лучше, чем тариф у Тинькова платный. То есть, открытие вырывается, наконец-то, вперед. Я счастлив. Я вам очень советую, если вы, если у вас есть счет в открытии, прямо сейчас перейти в личный кабинет и посмотреть, какой у вас тариф текущий. И я вам очень советую поменять тариф на новый. Потому что, если вы этого не сделаете, то у вас будет применяться тот тариф, на котором вы сейчас находитесь. То есть, вас будут брать деньги. И поэтому я поспешил снять это видео. И разошлю по почте всем тем, кто пришел за мной в брокер открытия, потому что я чувствую свою ответственность за это дело. Я за это боролся, боролся активно, поверьте мне. Я постоянно долбил брокеры открытия. Я там не последний человек, потому что за мной пришли ну, больше тысячи человек туда в открытие. Поэтому я чувствую ответственность, во-первых. Во-вторых, я говорю от имени всех этих тысяч человек, которые пришли со мной. И поэтому, ну, то есть, я вот хочу, чтобы, ну, как бы у меня есть ответственность, чтобы люди получили лучшую услугу, так как я им говорил. Поэтому это письмо получат все, кто пришел за мной. Ну, а те, кто не пришел, смотрите мои видео. И я буду делиться новостями. На сегодня все. Лайк, подписка, комментарий. Спасибо. С вами был Демитков Юрий. Поделитесь этим видео своими знакомыми, у которых есть счет в открытии, и которые, ну, не связаны со мной. Пожалуйста, потому что это очень-очень важно для всех клиентов брокера открытия. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok